У нас в гостях заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и Геннадий Слесарев, старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи. Добрый день. Елена Валентиновна, какая на сегодняшний день статистика по вакцинации у нас в округе? На сегодняшний день у нас привито более 13 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Это первая фаза. И уже 8900 человек, которые получили второй компонент, завершенную полностью вакцинацию. Вакцинация продолжается. Привить мы должны гораздо больше. Привить мы должны 128 тысяч населения. Поэтому это еще очень низкая иммунная прослойка, чтобы нас, наше население, защитить от ковида и уменьшить нашу заболеваемость от коронавирусной инфекции. Вакцинация длится уже не один месяц. С начала этого периода до сегодняшнего дня, насколько активнее стали люди приходить? Ну, сейчас хочу сказать, что вот последние, наверное, две недели более активно стали обращаться. Очень хорошо стали обращаться при выездах в наши торговые сообщества, эти СНТ и кооперативы, где мы прививаем. Также стали обращаться в торговые центры. На прошлой неделе мы открыли еще дополнительно 7 точек пункта вакцинации в торговых центрах. Вот. Готовы выезжать во все предприятия. Организуем выезды на дом, чтобы максимально комфортно было и привить, и уменьшить очереди наших основных поликлиник. Это взрослая поликлиника, где достаточно даже вчера было вакцинировано вот только во взрослой поликлинике 169 человек. Ну, а если вкратце, вот какие основные места, где можно привиться? Основные места для города, для города, это, естественно, как мы говорим, взрослая поликлиника, это МФЦ, который работает с понедельника по пятницу с 10 до 15, суббота, воскресенье, выходной. Но зато суббота, воскресенье открыт кинотеатр «Искрас» с 10 до 15. Мы открыли торговый центр «Красный камень». Пока там небольшая загруженность, поэтому всех жителей, которые там живут в шестом микрорайоне города, видно. Я думаю, будет очень удобно подняться на второй этаж этого торгового павильона и там привиться. И там консультацию дают все наши же терапевты, которые мы привлекаем для вакцинации. Участковый терапевт, они проконсультируют и скажут основные показания, какие противопоказания, если там каких-то что-то беспокоит. Также вообще консультацию терапевтическую проведут, поэтому могут жители обращаться и привиться. Кроме этого, открыто в ленте. У нас открыто в галерее при выезде на торговом центре. График мы тоже разместили в галерее с 11 до 14, 30, в ленте с 15 до 18. В Леруа-Мерлен, в шелком пути биться. То есть достаточно очень много пунктов вакцинации. Только хотелось бы, чтобы наши более жители думали о своем здоровье и активнее приходили прививаться. Потому что это крайне необходимо. Смертность растет. Растет она в сердечно-сосудистых заболеваниях после перенесенного ковида. И в основном растет смертность среди жителей 60+. Меняются, выявляются очень много других каких-то заболеваний хронических, которые до этого пациентов не было, тоже после перенесенного ковида. И, конечно, хочется сказать, что по статистике мы видим, что у нас, лично для нашего Ленинского городского округа, сегодня заболеваемость, сказать, что она вообще упала, нет. То есть мы прямо еженедельно выявляем по 275 новых случаев коронавирусной инфекции. Нагрузка на нашу службу неотложной медицинской помощи не упала. Вот в том году мы ее организовали. Эту службу неотложной помощи как раз, когда начался только ковид в апреле месяце, в первую волну ковида. Мы набрали этих фельдшеров наших, и им приходится так и продолжать трудиться с 8 до 23.00 в ежедневном режиме, включая и суббота, и праздничные дни, и воскресенье. И нагрузка не падает. Спасибо. А вот хотел как раз к Геннадию Владимировичу перейти. Вы работаете в неотложной помощи. Скажите, по каким вопросам к вам чаще всего обращаются? По каким случаям? И чем неотложная помощь отличается от скорой? Основная наша нагрузка от пациентов – это температурящие больные. Это те больные, которые обратили внимание, что у них резко поднялась температура. Это впервые возникшие температуры очень большое количество стало детей. С детьми все намного проще. Это наша погода, это тепло. Родители их разделили. Соответственно, у нас возросла на этом нагрузка. Плюс, это отдельная часть – это лица, которые стали с температуры, которые приехали из-за границы. Очень большая прослойка. Те, кто отказался проводить вакцинацию по тем или иным причинам. Кто-то говорит, мы не хотим. Кто-то говорит, что мы не будем. Соответственно, когда их это касается, они начинают нас вызывать. – Ну а на какие вызовы, прежде всего, вы выезжаете? То есть не передаете в скорую помощь, а едете именно в ваши бригады? – Наша бригада, в принципе, неотложка организована для оказания именно неотложной. Это та помощь, которая не требует экстренности. Но и в то же время она требует незначительного ускорения, в отличие от посещения врачом-терапевтом-участковым. То есть это подъем давления, недозапредельных цифр, это незначительные подъемы, впервые выявленные, это сильная боль в спине, это боли зубные, это хронические больные, у которых обострелись какие-то заболевания, которые не требуют ускорения помощи. То есть, в принципе, у нас спектр достаточно большой. Мы, служба, сделаны таким образом, что она стоит в середине, между поликлиникой и скорой помощью. – Я правильно понимаю, что если человеку потребовалась помощь, он звонит 112, а дальше уже между собой вы распределяете все эти звонки и уже направляете того врача, который нужен. Либо скорая, либо экстренная, либо… – В целом, да. В целом, да. Но очень желательно, чтобы они обращались непосредственно в наш колл-центр. Почему? Потому что легче разграничить вызовы между посещениями терапевтической службы. То есть, это педиатры, это терапевты и нами, и скорой помощью. Большая нагрузка падает на скорую помощь, потому что все идет через них. – В таком случае, давайте в заключение нашей беседы назовем этот телефон колл-центру. – Наш телефон 495-541-4001. Пусть звонят, обращаются, никогда никто не откажет в помощи. Стараемся приезжать в течение двух часов. У нас есть регламент, который мы соблюдаем, пытаемся соблюдать. Да, когда очень большая нагрузка, это тяжелее, но регламент все равно мы соблюдать стараемся. – Большое спасибо за то, что пришли, нашли время и дали нам эту полезную информацию. Я напомню, что у нас в гостях были заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и Геннадий Слесарев, старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи. К другим темам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!